В 21-м году, пока мы так запланировали наш педагог, сделать еще один номер по 20 минуту, потому что это очень переводы, которые у нас готовы, которые мы можем представить публике. Про переводы я тоже скажу, что в этом номере представлены два очень интересных перевода. По поводу одного из них мы уже вспомнили, потому что я и делаю, и поскольку у нас нет традиции связанных с переводами с сектором Жасмана, то там у нас поучреждатель с форой по поводу перевода с единым термином. Перевод выполнила Антона Фоминина и Александра Фролов. Смыслополагание, смысл осуществления, так мы договорились перевести название десенции Гартмана, и свой замечательный перевод по Владимиру Билову – это рецензия Гартмана на Вильгелье Москве Живана. Я особо обращаю внимание на этот раздел переводов, поскольку, в общем-то, мы так много, что на самом деле переведено. Ну и тогда я уступаю вместо Александра Николаевича, которого я уступаю. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, ну, во-первых, конечно, большое спасибо, что пришли нас послушать в столь вечерний и холодный час. Большое спасибо вам за ваше время. Ну, с самого начала я, наверное, вот такую вещь хочу сказать организационную. Нам предстоит достаточно такая интенсивная радость. Вот мы посчитали, у нас будет сегодня выступление, 11 выступлений, да, вот сколько здесь присутствует, и сколько будет выступающих. Поэтому по времени это рассчитано, ну, порядка часа на два, и понятно, что если есть какие-то свои дела, то понятно, нужно тихонечку там уходить после какого-либо доплаты, да. И формат вот этих выступлений выглядит таким образом. Как Наталья Андреевна говорила уже, это интернациональный журнал. Много авторов, которые прислали нам свои статьи из-за рубежа и, соответственно, из-за оригинала, да. Преки сегодня, к сожалению, к нам не смогли. Но они, вот мы их попросили, вы знаете, любезно согласились предоставить свои выступления в запись. Как краткое содержание, краткий смысл их текста. И вот, собственно говоря, мы сегодня с Андреем Борисовичем попробуем помочь нашим авторам представить результаты своих исследователей. Понятно, что этот перевод будет очень тезисный, очень краткий, для того, чтобы, по крайней мере, получилось представление о том, о чем идет речь. Ну и вообще, то, что касается, собственно говоря, там Игрия Внеповска, Наталья Андреевна об этом сказала. Она в очереди зародилась в тот момент, когда в декабре 2017 года была проведена международная конференция Андрея Борисовича Паттель. Ее организовал Игрия Тремли из Канады. И, в общем-то, одна из немногих таких конференций, которая посвящена проблематике и философии Николая Гартлана. Там, собственно говоря, и мое знакомство с Николаем Гартланом, как, знаете, как с любым интересующим текстом, оно достаточно случайно произошло. Понятно, что по теме, которой я занимаюсь, я там занимался исследованием литературы, и вдруг вот обнаружил такой интересный труд и интересную работу. Иссетика Гартлана. Почитал, и, вы знаете, как очень понравилось. И вдруг понял, что это тот исследователь, который очень хорошо ложится и на мои интересы, и по стилю очень хорошо пишет. А потом второй этап, как всегда, попытка понять, а кто же еще работает в этой области. И вот здесь, собственно говоря, речь шла именно об этой самой своеобразной лакуне. Вроде бы, Гартлан-философ очень мощный и фундаментальный, да, но, в общем, ни в Германии, ни в России, и вообще, в принципе, за рубежом только есть одно международное гарплановское общество, которое находится в Канаде. А это философ, который родился у нас в Риге, и который, ну, собственно говоря, имеет, по крайней мере, культурные корни, и, в общем, это был тоже очень молодец, поскольку он учился в Санкт-Петербурге на классической филологии. А потом уезжает в Германию, учится в Марбурге, и дальше он преподает в различных университетах. В Марку, в Ветинген, в Берлин. Вот, собственно говоря, и везде, где он находится, он, конечно, достаточно тщательно и основательно занимается своими философскими проблемами. А вот эти философские проблемы очень родноплановые. И вот палитра его интересов, она, конечно, не может не поражать, поскольку у него достаточно большое количество работ посвящено проблеме антологического размышления, да, по поводу всего сущего, проблеме познания, но, как и для всякой мощной философской системе, также проблемы этики, эстетики. И вот когда мы собирались статьи с Андреем Борисовичем, то мы, собственно говоря, и исходили из того, что понятно, что рубрикация этих статей достаточно условно. Но при всем при том, мы попытались в три какие-то достаточно большие рубрики уместить вот эти статьи. Ну, пожалуй, я, наверное, все-таки не буду уж очень много говорить, поскольку подходят, нужно предоставить нам возможности слова нашим авторам, которые будут сегодня выступать очно и заочно, да. И вот первым таким будет виртуальным образом с нами присутствовать Ефан Фишер, да, профессор технического нефти, это в Грэльбе. Ну, давайте посмотрим, давайте послушаем, о чем он нам хочет сегодня рассказать. Продолжение следует... Видите Valley. Проролжение следует... В сереже Репартамент Р whit of лет Виртуг Виртуг и у меня есть два философа, доктор Томас Кесл, Мупертал, и доктор Федрайхаусен, в Хестен. Что я сейчас ворву, это также ворву, в моем обзоре, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Собственно говоря Смысл этого проекта заключается в том, что в 2013 году в Марву поступили рукописи Гартмана которые состояли из разрозненных листов от руки написанных, большонаписанным образом написанных Но, собственно говоря, о чем-то встречал суть Дело в том, что очень хорошо известно что Гартман на протяжении всей своей жизни где его не преподавал на протяжении достаточно долгого времени, 30 лет, он везде организовывал кружок кружок так называемых диспутаций или обсуждений философских проблем и вот эти-то манускрипты вот эти вот листочки и поступили в архив и на данный момент господин Гришел занимается тем, что обрабатывает поступивший материал, в котором заключены самые важные очень аспекты философии Гартмана. А вот что удивляет в этом случае, это целый спектр больших проблем философских очень важные, которые они рассматривают во время этих заседаний это проблемы эстетики, философия истории, проблемы сущности идеального бытия и так далее и самоподобных и так далее и самоподобных Второе, которая состоит из-за того, что в последующих 30-х годах в последующих 30-х годах в последующих диспутациях. В последующих диспутациях, как Галамар, в начале 20-х годах в Магенбург. И Галамар Воснаду в Кольм. Диспутациях, естественно, в Готтинге. И Гринтер Пацей, был философ, философ, Лософ студент. И Гринтер Пацей, который, спито, был для Филисовского философа. в этом году. Я хочу еще раз добавить, почему мы с вами были решены, почему мы с вами были важны, а также Геральт Арбек и я. Мы были с тем, что, почему это было в том, что это в этом году. и почему он обеспечен. Первый причин, что это энциклипедское спектр этой диспутации. В 30-х годах, это будет в следующем и она занимает различные распространения, в каком случае ты делаешь это философство, в подобном случае он был в таком случае, что человек, идеология, Он также также диспутации для Логики, для Wissenschafts-Theorie, для Эпистемиологии. Это весь спектрный философский дисциплин в этом комплексе диспутации, в этом комплексе диспутации, в этом рапманском диалоге. Это в любом случае, в этом рапманском, в этом рапманском диспутации, но это просто результаты этой рапманской диспутации. Второй причем, который в этой диспутации является, что диспутации, это диалогская диспутация. Диспутации, которые в этом протоколе есть очень Latino, поэтому они имеют демонстрательные Диспутации. Это, конечно, в этом году, это поддерживание процессов Матин Мобаденк, с новой рефлектирующейся в Философии. Конечно, это одинаковое принцип из патронного диалога, но это новое рефлектирует, что это важное иеркентное медиуме, и в 2. Эфе 20. История 20. История 20. Эфе 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 22. Эфе 21. История 20. Эфе 20. Эфе 21. Диспутация на Денке, а также предыдущие Диспутации для него, как и Безусловно для него это диалогичное принцип, для его собственного Денка. Он говорит о том, что он думал о Денке и Диспутациях, и это он в своем собственном направлении. Второй и третий, потому что эта диспутация, эта диспутация, которая действительно очень важна в философии и философии и философии и философии. Дальше в 12. Яководстве, которая имеет значительную эффективность в философии, а также в предыдущем различные эпохи этой истории. Эта мутница, в том числе и третий, и еще один парен, и только в три corri, и еще один парен, и еще один парен. Продолжение следует... Wenn man genau einsteigt in diese Situation, kann man vielleicht erkennen, wie bestimmte, man kann das im Werk genesen, aus dem Dialog, also aus dem dialogischen Prinzip, hat man bestimmte Werk genesen und nachvollziehen, also vor allem wenn man denkt an die Ethik, Mitte der 20er Jahre, aber auch an die Probleme des geistigen Seins und seine Geschichtsphilosophie, seine Kultur und Geschichtsphilosophie, natürlich an die gesamte, mehr benutzte Ontologie, schließlich noch an die Ästhetik und die Naturphilosophie, ist das natürlich auch ein Schatz, um, gleich haben wir genießen, hat man schon, Thesen und Argumentationsbildungen nachzuvollziehen. Wobei man noch mal sagen muss, das hat man, in diesen Disputationen nicht die dominierende Figur ist. Also er nimmt sich weiter zurück, für ihn ist im Grunde die Disputation selbst zentral. Es spielt auch nicht groß eine große Rolle in den Disputationen der Rückbezug auf klassische Texte. Das kann immer sozusagen Beiratung mit den Spielpacht werden. Es gibt also keine Textauseinandersetzung, sondern es geht immer um die Sache. Möglichst ein Beispiel, den von den Teilnehmern eingeführt wird. Vielen Dank. немецкого гражданателя ДФД поддержать этот проект. Первая причина, на которой уже указывалось, это энциклопедический своб, инспектор тем, которыми занимались участники этих диалогов. Вторая причина, и она достаточно важна и интересна, это диалогический принцип самих встреч. По большому счету, когда мы говорим о Гарпани, это человек, который пишет большие толстые книги в монологичной кодаловской форме. А в одном письме, на что указывает господин Кишер, он говорит, что на самом деле диалогический принцип является важным и основополагающим вообще для его способа мышления. Третья причина, почему поддержали этот проект, заключается в том, что вообще на само наследие в такой виде представлено, является очень важным для развития и понимания того, каким образом развивалась история, философия в Германии во второй половине прошлого века. Ну и причина четвертая, это собственно говоря такая методическая, методологическая, проследить принципы становления тех или иных тезисов самого Гартмана и его толстых книгах, которые он писал по проблематике, посвященной философии. Но при этом стоит учитывать, что на самом деле в самих обсуждениях Гартман в какой-то случае не являлся такой доминирующей фигурой, которая замыкала весь интерес этих обсуждений на самом деле. Он как бы представлял возможность поговорить по сути посвященного вопроса другим участникам. Да. С 번ен эти vier границы, которые также довольствуют, которые доказать, И в том числе, как и в идее этой диспутации, в Санкт-Петербург был в Санкт-Петербург, когда он в 1903, в 1904, в том числе и классическом филеологии, он был в один такой циркл, вместе с своим брендом Весеманом, в том числе, как и воином студенте Вайдеман, и он был в первую очередь этой диспутации. Он был в первую очередь в первую очередь из Диспутации, и он был в этой цирке классическом филеологии, и он был в любом случае, как он был в том числе иначе, что он был интересен, и остался вопросом, И вот этот план является, что это проекта с изделиями, с изделиями диспутациями. И другой стороны, что будет значительно для будущего, Продолжение следует... Вы помните, в далеком 1903-1904 год, когда еще ГАС был вместе с его новым студентами, и принимали участие вот такого рода биологических обсуждений вопросов, которые имеют, конечно, такую подоплеку плаконов. Ну и вот, собственно говоря, какой же результат будет из этого самого проекта? Во-первых, понятно, что будет опубликовано книгом, в котором будут представлены все 50 обсуждений, а, с другой стороны, планируется сделать бит-сайкс, посвященный философии Николая Гартмана, на котором будут точно также разрешены и доступны для всеобщего обзора и употребления научного все 50 текстов, связанных с наследием Николая Гартмана. Ну вот, собственно говоря, о чем речь в этой характеристии. Ну, тогда мы предоставим слово Николаю Андрею Борисовичу. Не знаю, но... Здесь надо подальше в чем-то не так. Так, ну, для начала буквально несколько слов от себя, и по той части, думаю, что мы в Божьей Жребии с Сергеем Николаевичем мы можем его курировать. Ну, что касается самого Николая Гартмана, то, конечно, мой такой средственный интерес обусловлен, прежде всего, онтологической стороной гартманской мысли, хотя действительно важно понимать, что его значение не ограничивается сферой онтологии, как невеста Хайли Аойзи и Гартмана пытаются интерпретировать, понимать в этом отношении. И в этом плане действительно фигура Гартмана очень часто оставалась под скудом, и казалось, что она и сейчас очень часто кажется теряется в тени других фигур, которые становятся более значимыми в онтологическом отношении, или представлялись более значимыми в онтологическом отношении, это то есть у Хайли, в меньшей степени значения Минембута. И здесь вот в классе, конечно, во многом несправедливо, что это прекрасно такая невая фигура философии и онтологии XXX века, потому что то, что он проработал, по данному роду больше связано с традицией, и, скажем, не только с Гигером, но и с христианом Больфом, и с Винтером Якубе и многими другими авторами, которые сейчас уже почти неизвестны, Гартмана, тем не менее, действительно проделывает серьезную онтологическую работу, и у него безусловный плюс, может быть, по сравнению с Багинасором, это человек, который не только обещает на протяжении нескольких томов что-то сделать, а то и десяток томов, неопубликованных рукописей, но действительно что-то делает, он не просто приглашает на танец с нас, но и танцует, он предлагает нам какие-то вещи, которые можно отдельно обсуждать, а не обсуждать в отношении того, что же он там мог сказать или предполагать, хотел бы к нам донести, что-то, что является действительно испытательным. Мне кажется, в этом большое достоинство Гартмана, хотя, конечно, когда начинаешь с ним работать, я занимаюсь в таком юном возрасте, скажешь, что это автор, который более скучный, и, как вы скажете, один из наших Гартмана докладчиков более осторожный, чем многие известные нам сегодня авторы сфере онкологии. Я бы ему, так вот, прикраску привесил, как более трезвый, в своих рассуждениях человек, чем многие другие. Но тем не менее, когда такая уже зрелая работа начинается, в сфере первой философии понимает, что это действительно его книги, его труды, это результат больших усилий, серьезные проделанные работы, и, самое главное, то, с чем можно аргументированно дискутировать, спорить и осуществлять карты, потому что, конечно, у Гартмана многие вещи, они все-таки инфиксированы. Всего при том, что сам, кстати говоря, я не хочу, чтобы его рассматривали в качестве системы созидательства. Он делил тех философов в истории философии на философов-аполитиков, которые ставят вопросы, и организм разрешенных, и философы системы созидательства, которые все проблемы хотят упорядочить, вывести Евгимову принцепы, и вообще все ответы на все возможные вопросы. Сам он считал, что он приблизит философам Кироффе. Это политический вопрос. Тогда Кирофф как раз очень часто оценил время как последний системат философа, который подбросил Гегеля или до Кантовской философии нового времени, остался поскольку путащего с философскую систему. Сам он на это не претендовал, и считал, что Директор Гегеля врача на уважение на то, что есть много областей философского знания, в которых, да, не претендовало что-то там открыть. И второй момент, это действительно, несмотря на, казалось бы, утрату интереса после того, как он в жизни философии, сейчас этот интерес возрождается. И я был удивлен, почему именно он возрождает этот интерес не только в немецкой язычной среде, но и в англоязычной среде, в том, что в Канаде, в США. Коллеги, которые начинают заниматься Гарсоном, англоговорящие, они говорят о том, что им уже пределы, да, присыпываясь им аналитической философией языка, который в итоге не выходит на анализ проблемы, да, и никакие конкретные решения именно антологически не предлагают, да, скорее только вот такой языковой образ того предсказается. Вот Гарсон, как раз такой флаг, да, за которым они пошли в направлении возможности разработки некой серьезной антологии, да, первой сервисов философии науки. Ну и ваши комментарии к профессору Фишу, да, вот последним моментом, да, я его с какого-то предыдущего клипа, Лиснекова на конференции в начале 2017 года, поскольку вот этот биологический принцип, да, он был подчеркнут Гартманом в гетто, да, а именно в Санкт-Петербургском императорском университете при изучении классической философии и философии, да, и этот принцип построения работы был переведен вместе с собой в Марбург, да, куда Гартман ехал, где стал учиться и потом преподавать, и, в общем-то, там в Марбурге он преподавал и прочее, кстати говоря, нашему знаменитому Борису Пасуснаку поэту, да, потому что его философией в свое время увлекался, но также гран-судьору Гадемера, да, который фактически положил принцип диалога, да, в основании всех философских, по сути, то, над чем мы в отечественной традиции, там, в 90-м, да, почему в 90-е годы, да, в предыдущем предыдущем как раз было импортировано из Санкт-Петербурга в Германию, да, и, да, вот это, вот это, вот это диалога на семинарах в Марбурге, хотя, может быть, профессор Фершуткиша хотел нам посетить, на нашей традиции, но это может быть не без оснований. Вот, что касается выпусков, да, здесь вот, я хочу обратить ваше внимание на разделы антологии, теории познания и философии природы, что ну африк, который буду рассказывать сейчас о своих, хотя, виртуальной или реальной, а не автористативной, и, знаете, блоков, ну, мне кажется, здесь есть разного типа вопросов, есть более антологические вопросы, есть в том числе и психологические вопросы, и, следовательно, это две статьи, которые коснулись именно такой специфической вещи, как в челософии природы. Здесь будет статья Кита Питерсона, где стоит вопрос о том, можно ищать Гартенов, но он сейчас представит в клипе эту статью, очень интересную статью написал на французском языке Сергей Александрович Горшков, вот статья получила очень хорошие отзывы и у рецензента, и у одного, кстати говоря, наших виртуальных наступающих она очень заинтересовала, и очень высокого, не такой мэтр в современной философии Герметки, канадский франкофонный, ну, не только франкофонный, но, в том числе исходный франкофонный автор, как Жан Гранден, он сказал, что ему очень интересно, очень хорошо, что он пишет о рецепции Гартена во Франции, потому что он там был, что статья похожего в отношении Гартеновских франкофий и реализма, и так далее. Статья Максима Кусева дальше, она, ну, может быть, больше такая ученическая, хотя она очень аккуратная, и потому что она получила положительную эстезию, и там действительно есть сопоставление понятия предмета онтологии у Хаддера и Гартена, сделанная ответственной вывода по этому поводу. Очень интересная статья немецкоязычная Убьянки Борс, это звенедерская исследовательница, ученица, в том числе, насколько я знаю, и такого тоже важного, к сожалению, рано ушедшего онтолога современного, как Ласта Ценгеля, и она пишет о сопоставлении, вернее, сопоставляет Гартена с современным реализмом. А Гартену рассматривает, причем все время возникает такая идея, как она говорит, «коперниканский контрреволюс» против того, что Канн сделал, Гартену выступает, когда он пытается убедить нас, что нужно вернуться в постных интенсиях, спознание того, с логическим стримом интенсиям, и то, что делает современный критивный реализм. Статья Грегора Шиммана представляет собой перевод уже ранее публиковавшей статьи, где подробности появились учения об уровне Сущего. То, чем Гартен Волновым тоже заменит, потому что, в каждом случае, таков много, как и у Индриклана Грегора, именно учение Гартена о уровне, учение Гартена о слоях Сущего, представляет его завершение того, что когда-то начал бусырить. Проект, какого-то действия, два, три, три, три. Это завершает и реализует именно Гартен. А, например, механизм, который в Канн-Странспектах заново делит регионы Сущего, обещает дать эту ситуацию, но по статистическому консерву никакого общественного ситуации регионов не дает. Ну и в философии природы немецкий автор Мартин Хеннель сравнивает в отношении понятия происхождения и уничтожения, например, Пашечка Ристотеля, Гартена с Уайфодом и самим Ристотлем. Но, к сожалению, на мой взгляд, он больше даже внимания Уайфода уделяет, чем Гартену. Вот эта тема, кажется, такой архаической, а на самом деле она никуда не пропала и сохраняется. Точно так же, как тема статьи Андреа Санциани, это итальянский автор, который рассматривает именно теологический аспект мышления Гартена, потому что, конечно, это аспект контекстиканский вопрос, но аспект преобразованный Гартена через такой отказ от рефлективной установки и трансформации понимания целесообразных происходят. Тоже детский материал на самом деле, потому что мало кто полноценного занимается, и здесь вот такие вещи представлены. Но вот они все на разных языках, русский язык, англоязычный, англоязычный, англоязычный материал. Ну, это вот то, что по первым разделе, а, я думаю, первых двух разделах надо сказать. Да, сейчас мы предоставим по виртуальному оплатчику, о другом что мы и что там. Там будут реальные родители. по-настоящему Продолжение следует... 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 И, соответственно, тем, как вы его просили, он сначала расскажет о своем понимании значимости процесса Гартона сегодня, о том, почему Гартон важен для него лично, и затем некоторые ресурсы по поводу журнала, вот этого, скажем так, Думал Галитоновича по Гартону он вырос. И вот данный блог, его речь, это почему-то раз общий результат и общей значимости Гартона, и он начинает, такие фактические причины, что, действительно, внимание Гартон возрождается в разных точках этого шара, обращать внимание на книгу Хартонга и Внушера, вернее, подредакцию Хартонга, Внушера, которая называется «Осследование по многой антропологии и антропологии» в 2014 году, делая площадь новую коррективу Гартону, обсуждается, которые эти фрагменты значимы как для целого гументарного знания, так и для дельца. Другое подтверждение влиятельности современной философии Гартона, то что философии Гартона начинают переводиться на философии Гартона, до сих пор они не очень-то известны, как вы потом сказали об этом, и он говорит о том, что, то есть, знаю, его капитальная цифра, и два тома работ по налогу. Наконец-то он говорит о том, что в следующем месяце состоится конкурентная философия Гартона, где будут создаться современные ревансы, в смысле, килософии первой половины 20-го лета, в частности, килософской антропологии Шеллера, и в том числе Николай Гартона, значение Гартона для антропологии. И вот он считает, что нам сейчас в суббищном сезоне много чего не получится, лучших пионеров, как он выражает, да, такого рода философии, в том числе и у Николая Гартона. И вот, честно говоря, два момента значимости для нему самому он выделяет Гартона. Во-первых, это такое, что касается, ну, он вообще говорит, что много у Гартона близко его собственным сезонским прайсом, да, и, с одной стороны, это, и, переднейшим, Гартон скетчевые ценности, которые позволит, или не может позволить, какие-то можно скорректировать и развить ценности, которые еще Маккен Шеллером, да, в том числе, где Гартон будет удобно, да, и средиальности маршелла разбить дальше. И, с другой стороны, это антологическое значение, да, потому что он считает, что не совсем, в некоторых существующими, да, как неодержит, что в том числе и вископедии и экологии, да, вот человек, как я могу вспоминать, а вископедии и отбалоке, ну, не совсем, в некоторых существующими, как дорешениях, в смысле, так называемых, виду, да, он считает, что не может какой-то расширить, не сформировать, и, в том числе, не могут, считается, какой-то филитальный И, по-другому, он в том, что он входит в циталию, по-второтому, как бы, зависит от человеческого вида, да, вот, только он в контактах, да, человеческого вида. Вот, как он, как он, как он. But before getting to the issue, let me say a few things about my contribution to it. I'll try to keep it short. The question of Markman's relation to phenomenology has lingered in scholarship for some time, and the accounts I've read have frankly always been unsatisfying. I hope that mine is different, at least in that respect. I make five major points in the essay. First, we have to preserve the distinction that Hartmann self-draws between the phenomenological movement and phenomenological method, where Hartmann would be regarded as an outsider to the movement, but also as a practitioner of a modified version of the method. Secondly, we have to note that one of Hartmann's opening moves is to deflate the exaggerated anti-realist reaction to scientism that usually accompanies phenomenological work. Humanist's response to scientism is important, but it's polemically identified the whole of science with only one prominent aspect of science, the reductive quantifying aspect. Relatedly, although this could be regarded as a separate point, the response then mistakenly identifies the natural attitude, which is a realist one, of course, to Hartmann's. With this reductionist component of the sciences, and so it ends up dismissing all forms of realist standards in philosophy, with perhaps the exception of the platonic realism of essences, but that's not what Hartmann's really interested in. This misidentification of science and its realism is unacceptable to Hartmann. Thirdly, I begin to ask some epistemological detail with Hartmann's distinction between intensiorecta and obliqua, and the idea of cognition as a transcendent act. Hartmann claims that phenomenology is built on the reflective attitude, or the intensiorecta and obliqua, and so he understands the nature of the transcendental, as well as the phenomenon of cognition. He agrees that the method should be descriptive, should be mid-sized standpoint, and should reveal essential structures, but he rejects the idea that intuition provides infallible evidence. In a harsh moment, he claims that the supposed naive attitude is really just willfully, unconformed, philosophizing. I would add that many North American continentalists legally adopt such a standard, restricting themselves to scholarship and commentaries on phenomenological authors and texts, and fail to encounter the real world at all, or to actually do phenomenology anymore. Fourthly, Hartmann denisifies the concept of the phenomenon, explaining that phenomena are not self-evidential, but demand a decision on our part about what they are phenomena of. He admits that even the phenomenon of cognition is a phenomenon of this sort, and so it does not unambiguously point to the transcendent real. What gives us clearer and better evidence of transcendence are the kinds of affective transcendent acts he outlines in ontology-leding foundations, such as suffering and expectation. Finally, Hartmann decouples the concept of being in itself from the respective ethnological stance. Ontology, in contrast to phenomenology, need not define entities in terms of their relation, or lack thereof, to a subject, because the real is simply indifferent whether humans know it or not. Phenomena and objects certainly do depend on mind, but what is as such does not, according to Hartmann, is complete, is non-hepocentric, turn away from anti-realism. So, thanks for that opportunity, let me talk about a few impressions of art. Итак, вот Профессор переходит с своим рефлекцием относительно тех футов, с каких начала он говорит немножко о том, что он в собственном складе, о том, что в статье в этот выпуск и формулирует пять целей, которые, собственно говоря, в коротом виде аккумулируют его идеи, его оценку, что вообще фигаторно. Но подробно никто это перестал, чтобы идеи не терять, чтобы мы там специализовали очень важные вещи, которые не хочется будет так выговаривать, ну, буквально третье, да, если кому-то интересно, можно даже в аннотации, вы привычные методы, кстати, все это увидеть, да, если вы просто самому могли бы, вычитать. Итак, первое, да, мы должны различать, как это делал сам Гартман, между символичным движением, как таковым, и символичным методом. Гартман не принадлежит символичным движением, но он использует символичный метод, в том числе, его Шеллер в коммуницификации, в тех случаях, когда он, по-моему, Гартман, в том числе, и в аналогических исследованиях. Второе, да, следует напомнить, что Гартман, это делал иногда значимый для символов, да, для, как он говорит, гуманистов, так называемых, разделения науки и символологии, да, да, как это различие не столь существенное, да. Но, в итоге, Петерфон приводит к мысли о том, что, на самом деле, Гартман приходит к представлению о том, что он подождествует реализм и реализм и столь существенное является ошибкой, да, в том числе, например, возможность показать по функции, да, по столь существенной реализме. Третье, это акцент на, такой, технологическом моменте, на различие Гартман, интенцию Реза, интенцию Аблицы, да, прямых интенций, и, да, корпус интенций, и, с точки зрения Гартмана, фиминология, это, это, скажем, фиминология, которая базируется на интенсии Аблицы, да, тогда, как, на самом деле, сам Гартман, он призывает, ас-казин, интенсии, фиминология, в том числе, таким образом, используется, фиминология. Следующий, четвертый пункт, Гартман, день, структуры памяти фиминомена, да, положающийся, фиминология, является чем-то самоочевидным, в том числе, призывание не будет снижать, по-своему, с советовым источником формина, так, потому что, это очень диво, и, пятое, Гартман и психологические перспективы, подразделяют числе понятия, быть, ясному, по себе, потому что, оно является как бы, объединенным финоменом, да, и англогия, по-своему, фиминологии, не должна отражать ответственность, в том числе, отношение на объекты судьбы, да, а ответственность англогично, в том числе, на какие-то дифференции, на том, что он присутствует у человеческого существа, это опознание, или нет. Вот. И, в итоге, в общем, выбор ответов, на том, что, как он убегается, по-своему, это немного, да, но, тем не менее, элементы психологического мышления, влияние психологи, на него метод, на его онтологию, безусловно, не оминуты. О, before closing, please, three remarks. I think that one thing that the volume of of the world feature articles that continue to fill in gaps in the current scholarship, and so drive research on Hartmann's work productively forward. Such gap-filling topics covered include the reception of Hartmann in France, and the commentaries on Hartmann's work in the context of the contemporary turn to realism in some continental philosophy, the reception of Hartmann's Problem des Geistes by his contemporaries, and its significance, among other topics. The increasing number of translations into any language, and obviously those also included in volumes, and the commentary on Hartmann's work is also important since it brings more scholars to consider his work. All of the articles in the issue are Hart-quality articles, and I don't want to single any of them out for special praise. I found that what they mostly encouraged me to do is read more Hartmann, since I continued to discover things I didn't know about in his work, and they also encouraged me to read it in the context of his historical time. For example, Podko's informative review of Gorshine's book on Hartmann is valuable, since a thorough discussion of Hartmann's relation to materialism and dialectical materialism in particular has been wanted since Wolfgang Parvich claims in his extensive work that the relation between Hartmann and materialism was more than superficial. It makes me look forward to an English translation of Gorshine's book. Additionally, Fisher's introduction to the historical context of the discovery and content of the Circle Minute is extremely valuable. It outlines the major features of these newly emerged documents and provides reasons for why they're going to be important to Hartmann researchers and others. They cover Hartmann's own encyclopedic range of philosophical work. They embody the dialectical form as an ideal form for philosophical discussion. And they're a robust repository for early 20th century history of German philosophy generally. And they're obviously a first-rate resource for appreciating the genesis of Hartmann's own work out of those discussions. So I'm also looking forward to the publication very soon of that book. of Hartmann's work. Incidentally, the translation of Ontology Laying the Foundations that I just completed is also now published by DeGroiter just this month in English. Overall, I think the issue, the horizon issue on Hartmann is a wonderful collection of scholarships on a wide range of topics in Hartmann's work that contributes to the ongoing growth and development of Hartmann's scholarship worldwide. Thanks for the invitation again and best wishes to everyone. Итак, в последней части своего выступления профессор Петровсон говорит о впечатлении о других материалах в этом университете и его больше всего наверное тестовали материалы связаны с историей инцетции Гартона в Афранции которую Сергей Кашков опубликовал и в том числе он указывает с историей реализма и еще он указывает статью о ней потом Алексей Ильбайш расскажет это статья в трактовке духовного бытия в нашем выпуске и в том числе он указывает на текст Пашко Поповного в суде где нельзя представить книгу Татьяны Николаевны Горнштейн тоже легендарной циклы для отечественной интеллектуальной традиции для того что к ней Горнштейн приезжал в середине 50-х годов не встречался тогда в Ленинграде и в данном случае анализ этой книги ведется в том числе с позиции оценки Татьяны Горнштейна оценки оценки в оптике материализма и идеологического материализма также Практик Петровск говорит о том что периодная история сделана но о нем он сам представил с экрана также Практик Петровск говорит о том что он перейдет в санклажную архологию и буквально в этом месяце она должна появиться на месте и заключение действительно это собрание очень качественных замечательных материалов которые продвинут исследования и вернут значения в обращении значений достойно дает аналогичное вот такой вот и у нас на поведении как раз Сергей Александрович ваше слово ваше 10 минут да у нас 10 минут ваше ваше это директор Что там? Розетка есть. Звучит музыка. Звучит музыка. Тех тенденций к неореализму, которые на протяжении, особенно в постовоенной Франции, очень живо развивались. Там я не буду пересказывать свою статью, но в первую очередь речь шла о статье Гелли Вильмена. Вот такая вроде бы малоизвестная у нас фигура, а он признается одним из крупнейших философов XIX веков во Франции. Вильвильмена и, во всяком случае, крупнейший пистомолог. Он автор философии алгебры, в котором он очень подробно рассматривал демокрадь алгебры и философию. То есть, собственно, его основной труд. А что касается, собственно, его реакции на Гартсмана, он, ну, она кажется необычной. Он посчитал там Гартсмана одним из рационалистов и экстенциалистов. И сопоставил его стартер. Ну, вот от такой вкусной фигуры такой ход, казалось бы, кажется, несколько странным. То есть, собственно говоря, тут очень спорное, конечно, отношение и к экстенциализму, но это вписывается именно в историко-философскую концепцию самого Вильмена. Дело в том, что, ну, это замечательный персонаж, опять же, в плане циклографии, он, скажем, это тот профессор, который взял на работу, можно сказать, Мишеля Фукова в Кремонт-Пиране. Заставил ему кафедру профессора психологии и потом его же поддержал кандидатуру в колледж Дефраун. И поддержал, заставил Мишеля Фуков, то, что он создал кафедру системы мысли. Это все вот это дуэмен. То есть, на самом деле, в этом плане тоже значимая фигура. А, да, ну, казалось бы, такой апстамуров, но еще раз подчеркиваю, что вот его включение Гартмана, оно исходит из того, что у него имеется некая собственная философия-история, или история, или философия, или философия, можно сказать, которая подходит не изнутри, не из позиции читателя, а из позиции вот такого внешнего, внешних структур, которые базируются на определенном противоречии, которое содержится, согласно ему, уже в хантианстве. Он говорит, что в хантианстве существует философия, который означает Гейгель, собственно говоря, это противоречие между, с одной стороны, независимости природы и свободы, с другой стороны, понятием доброй воли. То есть добрая воля, как бы эти два постулата о том, что природа и свобода независимы с одной стороны, а с другой стороны, существует добрая воля, они, по сути, свои противоречия, и это Гейгель замечает. И вот это противоречие Гермен считает фундаментальным для дальнейшей философии, где выделяет, получает особую роль вот эта когета, рационализм. И я не буду все это воспринять, но у него получается, что три основные фигуры, вот эта история философии возгласенской, которая представляет собой некое изменение, то, что он называется брасман, то есть перемещение как бы смысловое, это фихта, Коген и Хантер. Поэтому просто я объясняю то, почему Гарстон попал в эксенсориста, поскольку он принадлежит к этому третьему перемещению, которое связано с другим Хантером. Ну, тут, как сказать, можно входит с его дошли, но в этом случае это объясняет его отношение к Гарстону. То есть, как бы, Коген, то оно проходит некоторые этапы, и движение происходит от Коперниканской революции, то есть к изменению взгляда, подобного тому, который произвел Коперник, который сказал, что да, вот, не вокруг философии, а вокруг земли северства. Также и тут Декарс и Канн говорят, что да, вокруг есть субъекты внешности познаний, а реализм является следствием, следствием вот этих, следствием последовательных изменений. Вот такая уже в истории к Гарстонской процессе, то есть, ну, она, как бы сказать, сама себя обосновывает. Вот в Гарстоне реализм в этом плане оказывается, как бы, очередным смещением, соответствием очередного смещения от Коперниканцев, да, вот, в философском камере наверняка. Вот, вот, просто, ну, один из моментов интересных, и тут можно много еще сказать, что я просто не хочу много времени отнимать, и ко многим фигурам таким, вот, другая интересная фигура, имела лад, невестский пилос, с начала 20-го века, который во многих положении близок к Харстону, и он у него тоже огромное влияние во Франции, и во многом полимическое тоже. Так вот, ну, тут тоже много моментов, которые хотел бы подключить. Ну, против большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Спасибо. 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 Уважаемые коллеги, спасибо, что предоставили возможность выступить по поводу такого замечательного номера. Я буквально, моя статья посвящена этике Николая Гартмана, проблемам конфликта, ценностей конфликта, вот в этих Николая Гартмана. Я о статье в меньшей степени буду говорить, потому что все вы можете ее прочитать. Я расскажу немножко о своем предисторием, о своем отношении Гартману, почему то, что получилось в этой статье, оно получилось так. Как называлось, что интерес к эстетике. Действительно, в советское время, в общем-то, Гартман был переведен, его полностью была операция к эстетике, вот 1958 года. Но искренне могу сказать, что в студенческие годы мне, например, гораздо больше была симпатична, до сих пор вообще-то более симпатична с фенологической традицией эстетики Романа и Гартмана. Ну, это дело может быть вкуса и так далее, но, тем не менее, не произвел на меня Гартман этого впечатления, но, правда, еще кроме эстетики, срога я не был. Ну, почти 20 лет назад это произошло, когда работал в издательстве «Наука» Владимир Михайлович Камнев, которого, возможно, многие слышали о нем, или многие знают, многие слышали, но, по крайней мере, наверняка знакомы с той серией, которая была запущена в философске, это слово «Сущим», известная серия, она начиналась в переиздании. И вот где-то, действительно, около 20 лет назад, когда некоторая часть была переиздана, Владимир Михайлович обратился к целому ряду преподавателей философского факультета университета Санкт-Петербургского, вот, с вопросом о том, в чем такое, что можно было бы или переиздать, или перевести в том числе, поскольку, очевидно, для этого будет светло. Вот, и в том числе он обратился ко мне по поводу этической литературы, там, в том числе, в свой раз пришел, были там, переиздан Радлов, был переиздан Лопатин, известный неокантианец, вот, дореволюционный, и в том числе, среди переводов, у меня была предложена работа Гартмана, ну, в общем-то, дни бестайной мысли, потому что мне хотелось ее почитать. Вот, немецким я не владел, а на тот момент, ни на каком-нибудь другом языке, кроме как на немецком, этой работы не было, из таких чисто прагматичных интересов, и так, оказалось, что именно эта работа была переведена, причем должен сказать, что это этика Гартмана, это был первый перевод в принципе, то есть до этого она не была не переведена ни на какие языки, даже на английский язык этика Гартмана была переведена потом только в 2003 году, то есть это издание было сделано в 2002 году. прочитал, и вот, соответственно, я и мой отец Юрий Ульянович, в первом год, нам было, как бы, в том числе, дана возможность написать предисловие к этике Гартмана, оказалось, что это очень непросто, почему, потому что, ну, не только потому, что это очень большой труд, вот, а дело в том, что у Гартмана оказалось очень, такое своеобразное изложение материалов, я воспользуюсь просто теми словами, которые сегодня прозвучали в предыдущих выступлениях, это слово осторожность, вот, потому что, с одной стороны, высказывает свою точку зрения по тому иному вопросу, но потом, как раз вот случайно прозвучавшая, опять же, идеологичность, потому что дальше по тексту он отвечает на все возможные возражения, когда читаешь этику Гартмана, говорят, вот, это тот вопрос, который можно обсудить, оказывается, что в ближайших нескольких страниц он уже этот вопрос обсудил, и, соответственно, о чем писать, собственно говоря, непонятно, да, или там, действительно, входить в такие тонкости, которые для предисловия, ну, не тот, несколько не тот жанр. Тем не менее, та статья, которая в предисловии вышла, она вышла, была, называлась «Философия ценностей и этика», ценности Гартмана, да, соответственно, вот, Материй Свирьевич, он писал, в основном, про философию ценностей, что это такое, как она возникла, в чем спецификах, да, как известно, мышление ценностей, да, и так далее. Вот, я писал этическую часть, но на тот момент мне как раз показалось, вот, из-за того, что можно, если не вдаваться в детали, наиболее интересным, это вопрос, который обсуждался Гартманом, который, действительно, для него один из принципиальных вопросов, и который был очень актуален в конце 19-го, начало 20-го века, в том, что, вернее, это тянутся, то, что Бусуль, даже, с тех логических исследований, не целую главу, и тут, большую, правда, посвятил то, что актуально до сегодняшнего дня, это проблема теоретической и нормативной этики. То есть, этики являются наукой, да, как теоретически, все-таки, он обладает статусом нормативности и что-то такое. Да, Гартман отвечает на этот вопрос, что почему, ну, теоретически, он считает, что это неправильно, потому что в этом случае, ну, хорошо, ну, мы скажем, что такие ценности есть, вот мы их познали, мы их открыли, ну, и что? Делать-то что? Ну, и что тут делать-то что с этим? Да, то есть, ну, раз они не существуют, мы должны выступать соответственно с ним. Та нормативная, она идеологическая, как навязывание точки зрения и так далее. Вот, но потом, соответственно, я Гартманом недавно что-то занимался, я его в Медицине очень активно использовал тогда, но никаких исследований не проводил, пока Андрей Борисович перед конференцией вот не предложил мне все-таки прочитать доклад про Гартман. Ну, и тогда, хотя это тоже было упомянуто в предисловии, вот ценности, конфликт ценностей. Здесь я единственное, что сказал, что да, оказалось очень индикаторным, я, то есть, предисловие тоже об этом было сказано, но только как некоторые. Действительно, Гартман совершенно кардинально переворачивает представление о конфликте ценностей, потому что традиционное представление это конфликт хорошего и плохого. Да, и мы делаем выбор между этими. А то, что делает Гартман, интересно, как же пытается предать этому антологию, наоборот, этой философии ценностей. Сегодня это, в общем-то, очень дискуссионный вопрос, тем не менее, очень активно обсуждаемый в рамках, в том числе, прикладных этих, профессиональных этих, речи о том, что конфликт ценностей, это есть конфликт чем-то хорошим и хорошим. То есть, и те ценности, которые могут сосуществовать в разных ситуациях, в общем-то, совершенно спокойно, и мы даже в своем сознании полагаем, что это этически правильно, и это этически правильно, и так далее, до тех пор, пока в какой-то конкретной ситуации они оказываются настолько противоречивыми, это не все ценности, он говорит, что некоторые ценности можем привести в гармонию, а не на то, что мы не можем выставить преимущество. Более того, когда мы даем преимущество в этой ситуации одной ценности, это не означает, что в другой ситуации мы не можем то, что сейчас отринули, так же полагать. Для меня, я не писал, конечно, в этом статье, для меня это очень простой образ, объясняющий вот эту идею. Все, наверное, вы знаете детскую игру, камень, ножницы, бумага. Когда это все идет по кругу, то есть в одном случае бумага побивает камень, в следующем случае ножницы побивают бумагу, но в свою очередь камень побивает ножницы. Да, и в этом плане это все является, это все победители, вот они все победители, но в каждой конкретной ситуации понятно, что побеждает из этого что-то одно. И вот об такой структуре конфликта ценностей, в общем-то, и пишет Николай. Все, я закончил. Спасибо. Может быть, есть какие-то вопросы или комментарии? Ну, можно рассказать? Очень интересно, да, о конфликте ценностей. Ну вот, особенность Гартман как раз состоит в том, что вроде бы как начало жизни здесь, в Российской империи, да, а профессиональная жизнь, она состоялась на Западе. Ну, русские философы обычно отвечали тем, что они были как бы пороками в своем античестве. А вот Гартману удалось? Нет, Гартману, как раз в этом смысле, никак не удалось. Да, в том числе, да, очевидно, нет, потому что, конечно, сейчас только говорилось о том, что да, он сейчас возрождается, тогда, но вообще-то ситуация, по большому счету, есть один, конечно, из тех моментов, безусловно, но вообще-то именно потому, что не был переведен на английский язык, именно на английский язык. Да, потому что единственное, что переведено, то есть единственная публикация, которая у Гартмана существовала на английском языке, это, сейчас напомню, что не вспомню год, он был после Второй мировой войны, он был председателем немецкого философского общества, вот, и он в 49-м году, то есть за год или за два года до своей смерти, вот там в каком-то собрании он произнес речь о состоянии философии в послевоенной Германии, и вот эта его речь, она была, кстати, опубликована в одном из философских, по-моему, философского ревью была опубликована. Чуть ли не в мае даже. А? Чуть ли не в мае, по-моему, даже. Я не помню, это единственное, что было, да, а до этого об этике была всего одна небольшая статья на английском языке, ну, 38-го года, и то, которое, просто вот есть такой философ, вот у него есть книжка, которая называется «Этика», она очень толстая, и там в первой главе он пишет об этом, во второй главе он пишет об этом, в третьей главе он пишет об этом. Все, там буквально 5-6 страниц, то есть там она чисто описательная, вот, да, вот даже, ну, хотя она там в журнале не идет как рецензия, теперь она скорее даже выглядит именно как, в чем рецензия, такой чисто описательного характера, и все, да, то есть, ну вот, стали переводить, наверное, он станет каким-то более значимым философом. И на русском языке то же самое, поскольку была у него переведена только эстетика, конечно, никто не издал и мечтал. Сейчас переведу, большая часть, все-таки, на своего, ну, скажем так, рукописного, на того, что было издано на немецком языке при его жизни, вот, хотя эта эстетика была посмертная, вот, оно публиковано, поэтому, наверное, он сейчас станет, интересно. Я не позвольте, соседку, вопрос, но, как всегда, вопрос может быть исходить простее, и можно развернуть отвечать, но, в любом случае, вот, ваше выступление прозвучало о том, что вот, есть у Гардена эстетика, есть у Энгардена эстетика, с вашей точки зрения, это, ну, да, ну, как бы, она тут более интересная, да, вам... Значит, мой вопрос такой, то есть, я понимаю, как бы, более позитивно, то есть, истики. Вопрос такой, ну, все-таки общий вопрос, а вот какие вот проблемы, какие вопросы решает эстетика Энгардена лучше, и дальше, что эстетика... А, ну, все-таки, я, я все-таки эстетика очень давно, вот, нет, для меня, в данном случае, вопрос немножко, то есть, в каком смысле, и лучше, почему мне она больше понравилась, то, что это можно считать, что Гарден более философски, как, физически, чем Энгарден, то, что Гарден, он действительно занимается, поскольку у него это вот, не просто, именно философия ценностей, в том числе, эстетических ценностей, он, фактически, значит, фантологию эстетики. А Энгарден, он объясняет, почему вот это, как в конечном счете, он, при помощи концепции Энгард, зависит, почему эта картина является, действительно, эстетическим произведением искусства. А вот у Гардена вот этого не доходит. Ну, это вот мое. Ну, я еще, я низко, я не... Ну, хорошо, спасибо. Ни в коем случае. Она вот, да, тем более, чем для меня, например, именно почему-то картина указала, вот, конечно, работа, структура картины, это послойный, феноменологический, вот этот, до сих пор, что я считаю, что это одно из, вообще, лучших эстетических произведений за всю историю. Ну, это, что-то, Кинг Армс. Спасибо. Дорогие друзья, у нас на Павелевский дня сейчас профессор из Нью-Йорка, его зовут Юджин Хелли, и он, на самом деле, отчасти расскажет вам о том, как происходила рецепция графа на ванглазочном пространстве, в том числе, с Киперевудой и так далее, и упомянет статью нашего предшествующего доклада на кольчих эстетических передунок. I'm happy to be able to share some thoughts on the divisional developments of Nicolai Hartmann's philosophy. I'm certainly very sorry that I wasn't able to attend the 2017 conference of Hartmann Продолжение следует... 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 И так, профессор Юджин Келли, технологический институт Нью-Йорк, США. Он не был ни актором, ни рецидентом этого номера, но очень был интересован в наших проектах, и со временем он говорил, что он не только подключится к нашей работе. Но здесь в своем выступлении он как раз говорит много таких вещей, которые можно слышать, что действительно сохраняя интересных работ, в связи с выпуском, что это важный вклад в гарпеноведение, он очень рад, что это все произошло. И дальше он, с одной стороны, описывает свою историю знакомства с Гартеном, и как раз управляет на то, что, будучи по-русски аспирантом, в 60-е годы он смог найти только одну единственную ссылку на английском языке на Гартена, и то это не англоязычный как Баффер изначально, это англоязычный философ Марио Бунгера, славец на Гартена. Чуть позднее появляется этика Гартена, и потом сталкивается с Гартенской эстетикой, переводом, которым он занимался, и ему потребовалось 20 лет для того, чтобы найти издателя перевода Гартенской эстетики на английский язык. Сейчас он контракт потом получил, его тоже в гидруйтере, вернее, он уже вышел, но не так давно не сталкиваться, что он английский перевод эстетики. Дальше он как раз говорит о тех статьях, которые его заинтересовали в этом выпуске, выделяет статью Саульсу Генюшеса, который тоже с этой статьей представится чуть позднее, и его заинтересует тем, что Генюшес соотносит работу, и что Гартена с родиной трагедии без духа может уменьшить. И его это очень интересный опыт, потому что Гартен работает над такими вещами в период, когда жизнь человечество складывается очень сложно, это войны и другие неприятные феномены. И вот интересно, что в третьем представлении издания «Этики», который в 49-м году пришел Гартеном, в Саульсу Генюшесе любительно, вначале, что в Сибире последние 10 лет не были мотивирующими для редакторской работы изменения этого текста. То есть, казалось бы, столько и произошло, и он здесь перечисляет облах от Дальнграда, «Битву за Британию», «Холокост», «Керасима-Нагасаки», «Уничтожение Дрэсбурга» фактически с химической авиацией. А для Гартена все это не является полным для изменения текста метики, для инвестиций, которые здесь выйдет. Так что-то интересное. Следующий момент, как раз, это реакция на статью Владимира Юрьевича, что очень его заинтриговало, хотя он по-русски не способен читать, несмотря на то, что, кстати, его супруга способна читать по-русски. Но, тем не менее, профессор Келли прочитал англоязычную аннотацию, и его записал в тот момент, что Гартман трактуется не как этика позитивных ценностей, как будто же не позитивных ценностей, а не негативных ценностей, как он выражается, а как раз конкуренции позитивных ценностей, каждый из которых, по словам, является позитивной ценностей, а не антиценностей. Дальше он уделяет как раз статью Кита Питерсона. Кита Питерсона представил свою статью, я бы сказал, что вы можете его судить. И вот он как раз считает, что тоже интересный важный вопрос, был ли Гартман-цеминологом. И тут интересно сопоставляет он как раз и начинание Шеллера, Келли, то, что делает Гартман. И говорит как раз об осмотрительности и осторожности Гартмана, в сравнении с Шеллером, который прорывается в метафизике, при всем в своей труде положения, что это в космосе. Гартман этого не делает. Здесь он осторожничает. Но, тем не менее, это не значит, что Гартман-цеминозащитная вещь нам в Север-Петербурге предлагает. Ну и, наверное, последний такой интересный момент. Да, то есть, мы еще, конечно, пожелаем удачи профессору Фишу, раз его исследуем, протокол Кружка. Но самое интересное, мне кажется, в период рассказа профессора Келли, это история про то, как он с супруга приехал в Марбок, на капельон, с которого и организовал тот самый профессор Фишер. И долгое время, примерно какое-то время, они сидели на террасе, на верандочке в своем отеле. Потом к ним присоединилась пожилая пара. И за разговором выяснилось, что женщина, дама, это жилой паре, это никто иная, как дочь Гартмана. Лиза Кремер, урожденная Гартман, которую пригласили, как он сказал, на конференцию только потому, что у нас дочь Гартмана. Но она им показала, как сказать, брошюрку или какой-то проспект, что это было про конкретно, буквы, какой-то такой материал. Скорее всего, это книжка маленькая, чтобы, по-моему, не больше говорить. И там вот лично, что, да, сама книжка называется, да, Гартман, как бы гранью личности, далее оттенки личности. И там интересно, что есть в том числе такой конспект заседания Груша Гартмана, который отсутствует в списке профессора Фишера. Это летний смех 1333 года, который называется Клук Хайдун Тунг Хайдун. Я привел как сообразительность, не знаю, корректно так переводить. Клук Хайдун. Сообразительность, да. Ну, глупость. Ну, глупость. Ну, давайте сказать, все-таки это... Ну, надо сказать, это тайна, да? Ну, в общем, речь идет о чем, да, как бы, что ей нужно было привести в два фенома, которая этой вот, как бы, глупости, думхой, да, соответствует, да. И вот один из его студентов, да, он сказал, так привел такой пример, что представим себе некого слугу, да, господина, который, задание которого входит не пускать никого в какой господин. И буквально исполняя приказ своего господина, этот слуга в нужный момент не пускает пожарного в эти покои, в эти апартаменты, тогда, когда вдруг начался пожар. Потому что буквально исполняет императив, да, как бы указание, что он должен делать. Он не допускает покоя пожарного, да, погибает его хозяин. Хотя, может быть, это и есть такая клуха, и даже слуги, чтобы косвенным образом убить хозяина, да, и освободить его. Ну, это же мажоркое добавление. Вот, но тут пример такой, что вот он буквально исполняет. И самое главное, что говорит Келли, что он, этот слуга, как бы, не обдумывая, применяет общее правило к частному службу. Да, просто вот у него есть правило, он его применяет. Да, вот это и другая. Но, кажется, он был не удовлетворен этим примером, и он назвал его, как бы, слишком конструктивным, слишком справным. Да, или, как вот, говорит сам Келли, да, англо-американский слог, назвали бы это The Desert Island Example, да, как бы, пример с необитаемым островом сюда надо было бы принести. И сам Гаркман принадлежал к примеру из Боккача, но вот из высказаний Келли непонятно, что это было за пример там конкретно. В общем, все это было запротоколировано, да, и, к сожалению, в список парксов Фиша чуть не попало, и парксов Келли уже, что это парксов Фиша считает, что это вот важное дело, да, и это что-то заходило. Ну, вот такая рефлика вот профессора Келли. Вообще, он очень душевно отнесся к этому нашему признанию, тоже хотел бы возраст ему признания, как он ничего конкретного не сделал, да, на его поддержку, морально. Ну, уже на коллеге, ну, тогда вот речь пойдет уже о последней части нашей сегодня с вами презентации, да, речь пойдет о последней части, которая называется «Философия духа. Этика и эстетика». Небольшая часть, буквально пять авторов написали тексты по таким образом обозначенной теме, ну и, собственно говоря, вы уже слышали, Вадим Белых выступал замечательно, что такой презентовал свою, собственно, статью, да. Ну, и здесь в этой части еще речь идет о некоторых авторах, ну, общую проблематику и общие вещи, хочу хотел бы сказать, которые касаются тех текстов, которые написали. Но вот одна из первых статьй, это статья Штефана Клюка, это науки сотрудник университета Ростока, и называется она, по-русски, да, самый текст немецкий, «Философия объективного духа Николая Гартмана «В зеркале рецензии современников». Это тоже историографическая работа, и она тоже, на самом деле, для нас интересна, поскольку в ней отражены, как бы, история, рецепция идеи Николая Гартмана в тот момент, когда он издает свою книгу, а как называется «Проблема духовного бытия» 1932 года, ну, и, собственно говоря, какая же рецензия, ну, такое же отношение современников было к этому тексту. Отношение было, ну, скажем так, достаточно двоярное. С одной стороны, вот в этой книге, ну, как в общей тезисе, то есть то, что положительного отмечалось в этой работе Гартмана, что Гартман здесь переменяет так называемые феноменолога эмпирическими. Свообразная компиляция, с одной стороны, феномологии, и, с другой стороны, феномологии. Но, с другой стороны, вот некоторые исследователи располагают его и его философию между Нигелем и Максом и указывают, скажем так, недостаточную проработанность этой проблематики и этого текста самого Гартма. Следующая статья, следующая статья, это Мориц кон Калькроид, это университет в Потсдам. Молодой исследователь, в Потсдам город недалеко от Герлина, и, собственно говоря, один из инициативных таких и активных исследователей творчества Гартмана. Ну, вот его статья называется, таким образом, экспансивность, объективность и актуальность эффективности. Теория личности Николая Гартмана и ее место в его антологии духовного бытия и ее отношения к антологии. Ну, вот такое сложное название этого текста. Ну, а по большому счету, речь идет о таких вещах, что сам Гартман, он, как бы в своей статье, не придерживается рациональной теории личности, и он полагает, что вот эта личность, личность, она имеет отношение, ну, вот важное, такому понятию, которое присуще его философия и имеет отношение к объективному духу, который включает различные феномены, такие как язык, мораль, религия и искусство. Но в то же время, как бы, очень важен другой момент, который связан с тем, что саму личность, конечно, в этом контексте рациональности нельзя понимать таким вот только одновременным способом. Личность, она аффектирована. Она аффектирована совершенно изнициальными ситуациями, и в этой связи мы имеем дело тогда не сугубо рациональным аспектом, а мы имеем дело с личностью, которая, более того, в различных своих аспектах, как, с одной стороны, рациональный аспект, а с другой стороны, и эксценциально аффицированным. Тексты, представленные, вот оставшиеся тексты, это тексты Фридриха Хаузена и Саулис Генюшеса. Первое, это сотрудник Фишера, который сегодня говорит, который сегодня будет делать свою презентацию, и его сотрудник, который непосредственно работает вот над этим наследием, над изданием трудов, вот эти тексты, которые появились после заседаний колоквиумов по обсуждению тех или иных филансовских проблем. Саулис Генюшес, профессор китайского университета в Гонг-Конге, оба они любезно согласились прислать нам свои презентации, но здесь, конечно, необходимо сделать преданную оговорку. Вот эти сами презентации по степени такой интенсивности, что они отличные сами по себе. То есть речь идет в одной презентации, речь идет о презентации Хаузена, она, скажем так, сложновато и для восприятия, в то время как презентация Саулиса Генюшеса является собой обращением такой краткой компиляции всех тех основных тезисов и тех основных положений, которые были высказаны в его тексте, о которых уже говорил Андрей Борисович. Профессор Кейл. И профессор Кейл, собственно говоря. Но мы в любом случае попробуем представить презентацию Хаузена, да? Есть еще вообще сила Хаузена? Не так много осталось. Я думаю, что можно сделать таким образом. Вы знаете, давайте мы послушаем самое начало, да, то есть вещь, по крайней мере, посмотрим, в любом случае нам прислана эта презентация, да? а потом я попробую такую резюме еще. Хаузен, да? Да, потому что это самая долгая презентация из этих и вещей, и если еще мы будем переводить, то это там хорошие 20 или 20, если нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Верхберрифт по Николай Хартман зацвендет. Верхберрифт по Николай Хартман в Верхберрифт объектив, в Верхберрифт и 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 в Верхберрифт Продолжение следует... ...und Gütebegriffe nicht scharf unterschieden werden. Natürlich wird zwischen Wertträgern und den Werten, die getragen sind, unterschieden, aber es werden oft Beispiele wie Tugenden, wertvolle zwischenmenschliche Beziehungen als Werte genommen, wo man ja auch sagen könnte, das sind eigentlich oft dann Eigenschaften oder Dinge oder Beziehungen, die auch ganz ohne axiologische Begriffe ziemlich genau charakterisiert werden können. Also, und auf der anderen Seite haben wir die Arten des Wertvollseins, die rein axiologisch verstanden werden, also mit Trikots auf Wertbegriffen, nicht auf rein beschreibende Begriffe. Zweitens haben wir schon gesagt, Werte beharrt man den Status von Normen, sie sind ein ideales An-Sich-Sein, sie sind objektive Normen, und zwar Seinsnormen. Also Werte begründen nicht nur Normen, sondern sind selbst Normen. Das ist etwas, was Hartmann nicht als Erster macht, sondern was durchaus in der Tradition aus der Akon schon verankert ist. Und jetzt kann ich gleich zu diesem ersten Punkt, den Wertbegriffen und Güterbegriffen, sagen, dass dieser zweite Punkt vertretbar ist, also dass Werte auch Normen sind, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so ein Problem, eine öthologische Heterogenität wird dann etwas irrelevant, nämlich wenn Werte Normen sind, dann können auch Güterbegriffe, insofern die Güter gesäuert werden, Normbegriffe sein und dann eben auch wieder Wertbegriffe, wenn das Gesäuerte dann eben auch wieder mit den Wertvollen identifiziert wird. Gut, aber mit diesem synthetischen Charakter ist die Wertetheorie bei Hartmann zugleich sehr komplex und angreifbar. Und dieser synthetische Charakter hat ganz offensichtlich dazu beigetragen, dass die Wertphilosophie, sondern dass die objektivistische Wertphilosophie im späten 20. Jahrhundert in Deutschland sehr in Misskredit gerät. Beispielhaft ist da eine Kritik von Herbert Schneebelbach, der von der Sprache der Werte spricht, sich nicht einfach nur auf Hartmann bezieht, sondern auf die ganze Tradition. Und ein Punkt ist, er sagt, aus Wertvollsein folgt kein Sollen. Daraus, dass etwas gut ist oder als gut bewertet wird, folgt nicht, dass es auch gesäuert ist. Werte und Normen sind grundsätzlich was Verschiedenes. Sollenschein bindet, Wert hingegen bindet nicht. Ich fand das immer ganz einleuchtend. Vielen Dank. Er sagt, dass er seine Tatüse für die Horizonten möchte, aber seine Tatüse nicht soviel, sondern sie haben nicht soviel, sondern soviel, sondern soviel, wie es soviel. Das ist nicht historisches und soviel, wie es soviel, wie es soviel ist, wie es soviel ist. Es ist soviel, wie es soviel, wie es soviel ist. философия Гартмана. И вот философия Гартмана выделяет определенный тезис. Тезис звучит очень понятно, но с другой стороны его не очень сложно обосновать. С точки зрения Хаузена и в соответствии с тем, что говорит Гартман, Гартман полагает, что ценности объективны, они априорны, и они являются нормами. То есть целый пучок таких важных и сложных проблем. Они объективны, априорны, и они являются нормами. Своеобразными бытийными нормами. Но это значит, что в то же время ценности подчинены, соответственно, и должностованию. Это сложная концепция говорит автор, и в этой связи она в дальнейшем была очень много раз распределена. Но с другой стороны мы имеем определенный тип ценностного взятия, ценностного полагания, которое должно быть понято аксиологически и отличаясь отсылку к понятию ценности, а не просто в описательном образе. В другую сторону Гартман обладает ценностями статусом норм идеального бытия в себе. То есть мы видим, что на самом деле эти ценности обладают абсолютным значением и смыслом, которые в большей степени сопоставимы с априорным характером этих ценностей. Они не обосновывают нормы, но сами являются нормами. С другой стороны, это не совсем и само изобретение Гартмана, а есть определенные традиции. Но есть и другие традиции, которые исходят из другого полагания. Автор приводит пример Херберта Шнегельбаха, который говорит о языке ценности. Из бытия ценно, его аргумент против Гартмана, не следует должествование самой ценности, то, что оно необходимым образом будет. Из того, что хорошо, или оценено как хорошо, не следует, что это также может рассматриваться как нечто должное. Ценности и нормы, в принципе, это разные вещи. В этом заключается смысл самой критики и противостояния этих двух концепций. А, собственно говоря, в этом тексте сам Фридей Хаузен пытается встать на позицию Николая Гартмана и додумать определенные вещи, и он в дальнейшем будет об этом повествовать. Он говорит о том, что хотел бы привести некоторые аргументы, которые бы укрепили на самом деле позицию Гартмана, хотя, несмотря на то, что сам Гартман эти аргументы, эту позицию, нигде явно не высказывал. Прежде всего, речь заходит о проблеме объективности в этом заключе. Как можно понять объективность ценности? У Гартмана ценности является особым модусом бытия ценности. Если же мы хотим нечто описать как ценностное, то описываем способ вот этого самого бытия. Ну и приводит пример. К примеру, некое блюдо является здоровым, если оно имеет определенную жизненную ценность. Если же мы теряем ценное, говорит автор статьи, то признаем, что есть нечто большее, то, по поводу чего мы сожалеем, и то, что мы можем потерять. Эти способы бытия ценности первоначально не являются нормой. Ну и вот, чтобы предперпетировать вот эти вещи, Хаузен прибегает к теории слоев. Известная теория антологическая Гартмана, когда он подразделяет различные слои как бытия сущего, да? И говорит, что посредством вот этой отсылки можно было бы, наверное, пояснить саму проблематику. В качестве примера, на уровне психологического слоя мы, как живые существа, оптимизируем, как бы все наши силы направлены на то, чтобы реализовать то, что приводит нас к тому, чтобы мы могли бы достичь максимальных возможных ценностей. Но этому противостоит другой уровень. Уровень духовный, и на нем исполняются другие детерминации ценностей, и существуют совершенно другие законы, и вот в совершенно той области приорвенного такого начала. Психическое – это нечто, что является фундаментально мотивационным. Духовная противовесть этому обладает порядком с эксплицитными системами, ну, как вот автор говорит, с эксплицитными системами регулирования способов приписывания ответственности. Это констатирует Гартман. Ну, и отдельная личность, с точки зрения Гартмана, и с точки зрения автора, она не существует. Она не может существовать только на психологическом уровне, в этом психологическом слое. Она все-таки необходимым образом относит и к объективному духу. И если на уровне психической ценность стереологически детерминирована, то на уровне духовного такая детерминация будет уже нарушена. На уровне духовного существует некий зазор исполнимости или неисполнимости должного вместе с персоной, которая соконституируется в нормативной сфере. И тем самым переформируются простые ценности в нормативные ценности. Индивидуумы через нормативную сферу становятся персонами, и эта нормативная сфера переформирует ценности также нормативным образом. И по этому поводу в своей статье Хаузен высказывается более подробно, но при этом есть определенная опасность, что есть такая возможность скатиться к культурно-дерективической импликации. Но вот чтобы избежать этой импликации, для обоснования тезиса ценность равна дожествованию, то есть основной тезис Гартона. Ценность равна дожествованию, он приводит к другому. Это связано с вопросом, откуда вообще происходит объективное дожествование, объективно оправданное дожествование, говорит Гартон. Подоплека этого вопроса заключается в том, что когда мы говорим о нормах, то должно быть что-то близкое априорным формам, то, что мы понимаем в качестве норм. Но с другой стороны существует и второй вопрос, следующий вопрос. Все то, что важно нам в экзистенциальном смысле, что делает нашу жизнь ценным, это делает и наши способности, в том числе возможности. Ну и вывод, к которому приходит автор после таких достаточно обстоятельств, он звучит следующим образом. Учитывая различные аспекты нормативности, кажется, что можно обосновать так называемый слабый аргумент в отношении положения, изначального положения, которое было озвучено, которое гласит, что ценность равна норме. Но с другой стороны есть, конечно, некая предпосылка, ожидание того, что сильный другой аргумент можно было бы обосновать. Но такое обоснование выглядело бы, и здесь автору употребляет такое слово, как этот способ обоснования является скорее контрафактным долженствованием. И скорее всего нефактичным. То, что мы должны были бы сделать, поскольку это является, поскольку это есть хорошо. Ну вот такой очень краткий резюмирующий пересказ этого текста Фридрика Акхаузена, сотрудника Технического университета города Дрездена и сотрудника господина профессора Фишера. Давайте, наверное, мы тогда перейдем к последней, завершающей, последней завершающей. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 Барбинсбек. Он выполнил этот исследователь в момент, когда у него два маленьких детей в доме. И для этого он мог бы только работать на эстетике. Теперь, вопрос, который, естественно, один из них может быть в следующем. Уважаемые коллеги, профессор Кенюшес нам повествует на самом понятном английском языке достаточно приятный речь. Во-первых, он поздравляет редакцию «Горизонта» с тем, что вышел такой замечательный выпуск, посвященный философии Николая Гарманова. Еще раз указывает на то, что есть определенная практика. В последнее время не так много, мы об этом уже несколько раз с вами говорили, существуют конференции и мероприятия, которые посвящены непосредственно наследию философов, которым посвящена наша сегодняшняя встреча. Но это, по всей видимости, указывает на то, что значимость философии возрастает, скажем, годом, и его философия становится все ценнее. На данный момент он преподает курс эстетики в Китайском университете Гонганга. И, собственно говоря, в этот курс он инкорпорирует некоторые моменты, которые связаны с уже упомянутой сегодня много раз работой эстетикой Николая Гармана. А дальше как бы переключается Саурис на другие моменты и говорит о том, что, как известно, на данный момент ситуация в Гонконге достаточно неоднозначная и достаточно сложная. И возникает, конечно, вопрос, когда вот такая сложная политическая ситуация, такая напряженная ситуация, а вообще, вот давайте вообще в принципе эстетику. Это не будет ли своего рода толка, своего рода своеобразным эскапизмом, текстом как бы от реальности? Но и в этой связи он приводит известный факт. Сам текст эстетики – это последняя работа Гармана. То есть это там 45-й год уже после того, как советские войска вошли в Германию, находятся под Берлином, это конец лета. И вот понятно, что ведутся или уже как заканчиваются военные действия и ситуация более чем накаленная. Сам Гартман с семьей живет недалеко от города Потстан, в городке Бабельсберг, и там заканчивается вот этот самый свой труд – эстетика. То есть ситуация вот этой крайней политической напряженности, он интенсивно наработает над философской проблемой, но проблемой, которая связана не с текущей ситуацией, не политической ситуацией, а с проблемой, которая посвящена эстетическим вопросам. Почему? Why deal with issues concerning эстетics under such circumstances? The questions that Гартман deals with in his эстетics are as follows. What is beauty? What is its structure? What is aesthetic experience? And what kind of straddle does it entail? What is aesthetic perception? How meaningful is it to ask these kinds of questions in 1941, in late summer and early order? It's these kinds of questions that I have to ask myself again and that I encouraged my students, my graduate students here in Hong Kong to ask too. Now, this kind of question is not a question that we simply need to ask. And the contribution that I wrote to this issue of the journal, I focused on this very question. And I tried to show that this question is one of the questions that Гартман himself was thinking about while working on his эстетics. One of the working hypotheses, such was my interpretation, one of the working hypotheses that Гартман himself was thinking through in this study, is not as follows. Could it not be so that under the circumstances, when the worlds that we are familiar with completely fall apart? Under the circumstances, when the texture that binds our life-ones together is no longer there? Could it not be so that under such circumstances, art reveals its fundamental significance? Could it not be so that it's precisely then that the experience of beauty speaks to us, unlike in any other circumstance, reveals itself in its pure form? According to Hartmann, arts indeed has this capacity to provide us with meaning when meaning itself collapses. This is very much what I tried to think through in the contribution that I wrote to your volume. For this reason, I tried to interpret Hartmann's aesthetics as a unique kind of reinterpretation of Nietzsche's birth of tragic work, which deals with these very issues, although fundamentally in a different way, of course. Then it was also the full question of the one in particular, which means the above is what is the beauty of art, what is the景 of art, what is the aesthetic of art, what is the aesthetic of art, this is all the questions that he works with his students on this course. И для горизонта, для Гакмановского выпуска он подготовил статью, где он размышляет, собственно говоря, и над этими вопросами в том числе. Но с другой стороны имеется в виду контекст этих неспокойных событий, что в Гакмане сейчас, и что много лет тогда под Берлином. Как могут быть связаны эти вопросы с этими событиями, а с другой стороны, еще раз, все-таки вопрос, профессор Генюшевского возвращается к вопросу, а как, для чего вообще делать этот Гакман, почему он пишет свою эстетику в таких достаточно сложных ситуациях. И вот одна из рабочих гипотез, достаточно интересных, которые представлены в этом выпуске, заключается в том, что, наверное, вот при других обстоятельствах, спокойных, мирных обстоятельствах, значимость искусства и значимость эстетики, она как бы не была бы явлена во всей своей полноте. Она не смогла, в этом случае прекрасно не смогла бы открыться во всей своей чистой форме. И, ну, по всей видимости, тогда получается, что эстетика и искусство с точки зрения Гартмана может придать определенный смысл ситуации тогда, когда, казалось бы, вот эта ситуация не предполагает никаких вопросов и размышлений по поводу прекрасного. Ну, и еще раз автор указывает на то, что это еще послужило определенным поводом для того, чтобы попытаться сопоставить эстетическую концепцию Николая Гартмана с концепцией Фириди Ханитши и его работой о рождении трагедии из духа. Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . . . . . Вопрос, который задает каждый, кто работает в области эстетики, он связан с тем, какова значимость, значимость воскресенье прекрасного эстетического опыта для современного мира. И вот с точки зрения Юшиса, вот его опыта с текстом Гартмана как раз демонстрировать такую непреложную значимость и важность эстетической проблематики. Ну, и в конце автор еще раз благодарит редакционную коллегию «Горизонта» за проделанную работу за то, что в декабре 2017 года была проведена конференция, на которую тогда он тоже, к сожалению, смог прилететь. Но, между тем, у него была прекрасная возможность выступить по скайпу со своим докладом по теме статьи в журнале «Горизонта». Ну, и кроме всего прочего, Саунис подчеркивает, что Николай Гартман по всей видимости все-таки действительно является тем автором, тем философом, который достоин, наверное, больше внимания, чем ему было удивлено до сих пор. И вот возрастающий интерес к его наследию демонстрирует, что на самом деле и в дальнейшем вот этот интерес только будет развиваться и приобретать все большую значимость. Ну, уважаемые дамы и господа, таким образом мы можем сказать, что потихонечку, медленно и верно мы с вами завершили, мы с вами это сделали, мы прослушали, познакомились с основными принципами. В принципе, самого журнала, каким образом он был выстроен, познакомились с авторами, благодарим авторов, которые пришли к нам в наше время и возможности несколько секций. Ну, и у нас еще в завершении есть еще одно небольшое выступление. Ну, одну минуту и все. Я думаю, это достаточно. Большое спасибо, что пришли. Вот мы изучали Ингардена, Владимир Юрьевич, будем рады, потому что в 20-м году мы делаем специальный выпуск по Ингардену. Мы сейчас собираем. Да, надо следить за новостями. Ну, как на импортных языках мы только. Ну, да, там английский, английский, английский. Это решает. Когда мы собираем, когда вас вызываем? Вообще, у нас до первого доказания вызываем, но вызываем еще много. Да, шансов мало, конечно. Ну, и, так сказать, можно... Посмотрим, как собираются статьи, в принципе, достаточно много заявок, но у нас же есть еще достаточно процентивы, и, в принципе, пока идет сразу сентимирование. Хорошо. Ну, собственно, вот я про это и хотела сказать, что следующий номер будет по Ингардену. В следующем году, тематически, и вот, когда мы будем говорить про эстетику Ингардена, которая мне очень больше нравится, чем... Я все-таки не специалист, поездный. Это было давно. Спасибо большое, что вы пришли, и спасибо за ваше терпение. Я думаю, что это будет хорошая уроками, резко, и немецко. Спасибо. Еще раз большое спасибо, уважаемые дамы и господа, за ваше терпение, и просто вы остались с нами, наконец-то. И будьте в пресс, на институте.